Что делать, к кому обратиться? Такими вопросами задаются наши телезрители, владельцы двухтарифных счетчиков. Ведь уже месяц прошел с того момента, как президент подписал указ о переходе страны на зимнее время, а до самого перевода стрелок осталось около двух. Насколько организации, ответственные за обслуживание электросчетчиков, готовы к таким переменам и куда податься обладателям двухтарифных приборов учета? Узнать это оказалось не так-то просто. Переживать у граждан есть от чего. Еще в 2011 году вопрос по перепрограммированию двухтарифных электросчетчиков надел много шума. Суммы на обслуживание одного прибора учета в разных регионах отличались. Местами цена услуги достигала 1000 рублей. В набережных Челнах перепрограммирование обходилось 230 рублей. Как это будет происходить, это очень важно. Потому что от того, как это будет происходить, и на плечи пенсионеров, насколько это ляжет, это будет не под силом пенсионеров. Люди не виноваты в том, что правительство меняет на зимнее, на летнее время. Люди не должны за это платить. Вопросы отнюдь не риторические. Платно или бесплатно? Сколько будет стоить? Куда обращаться? И главное, когда? Но найти ответы на них, как оказалось, совсем непросто. Одна компания дает телефон другой, другая отправляет к третьей. Вроде идут какие-то объяснения, но многие вопросы, не только денежные, остаются без ответа. В компании «Набережная Челнинские электрические сети», куда мы обратились за разъяснениями, узнать что-либо конкретное, полезное для потребителей не удалось. Рассказали лишь о подрядчике, который займется перепрограммированием. На сегодняшний день изъявила, пока жила не подтвердила свои возможности в данном направлении работ. Это жилэнергосервис, организация, которая возьмет на себя как и юридические лица, так и население, и многоквартирных жилых домов, и частного сектора. Около двух недель назад, практически ежедневно, мы задаем одни и те же вопросы специалистам упомянутого жилэнергосервиса. Но до сих пор до официальных комментариев для телезрителей они так и не созрели. Мы обратились в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики. Надеюсь, что хоть там найдут, что сказать. Но полученный ответ какой-либо определенности не внес. Работы по программированию могут провести в соответствии с утвержденным сборником расценок. Для программирования или перепрограммирования приборов учета электроэнергии потребителям необходимо обратиться в районные электрические сети по месту расположения объекта или в подрядную организацию и оформить соответствующую заявку. Мы снова позвонили в жилэнергосервис, пытаясь подать заявку. Но диспетчер сообщил, что пока их не принимает и стоимость услуги назвать тоже не смог. Лишь предложил позвонить через неделю, так как никаких распоряжений они еще не получали. Выходит, на данный момент точно известно. Лишь то, что услуга для населения будет платной, а владелец счетчика должен будет написать заявление. Валерий Заседов, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.